Внимание, собираться Когда холодно Когда холодно, допустим Первая стихия, обычно с которой человек проходит Это стихия земли Обычно проверяет это Выносливостью, либо дыханием, либо Гвоздями, либо кирпичами Человека, вторая стихия вода Это проверка холодом Когда человека засыпают тысяча тонн льда И его зрачки не должны сужаться Не расширяться Если сужается, он идет духом, волей Крепнет Если расширяется, он может потерять сознание А он должен быть расслаблен И так глубоко, чтобы сохранить присутствие И тогда мы перестаем обжигаться Тогда холод, которому мы расслабились Наделяет нас силой И вот для того, чтобы войти в это состояние Мы можем применять дыхание сокола То есть, медленный-медленный выдох Короткий вдох Медленный-медленный выдох, короткий вдох Это когда холодно, а когда жарко Это уже экзамены огнем Третья стихия Вот как раз медведя Мимолетный выдох Медленный-медленный вдох Вот если кому-то жарко Можно дышать медведя Акцентированный выдох животом И пускай будет естественный Медленный вдох нас насыщать О чем еще будет интересно пообщаться? Какие темы? Интересно послушать про опыт Вот бывает у каждого человека Буквизистные моменты Либо когда уже надо На какую-то новую структуру С садик в школу С школой И если быть В общем, на работе Ваши помощники Обычно Когда мы переходим В какие-то мужские сайты С позиции роста и развития То есть Какие по пути могут быть препятствия Как их обходить Обтекать И так далее Когда человек встал на путь Самосовершенствования Либо на любой другой путь Он будет проходить стадии Огонь, вода и медные трубы С зоны огня Эта чистка начинается И эта чистка выражается В пространстве Один подвел Другой подвел С кем-то поругались Тут на кого-то понадеялись Не пришел Тут рассыпалось Вроде бы кажется Все, наша желаемая Уже в руках А тут она из рук вытекает Это как раз зона огня Первая стадия На самом деле Зона огня Происходит тогда Когда мы Еще Не уверены в себе Не уверены в себе Раз И второе Когда мы начинаем Злиться Когда мы начинаем Яриться На то Что нас кто-то подвел Что нам кажется Ты сделаешь не так Здесь обычно Такое выражение Человеку говорят Всегда смотри Что в твоих друзьях Твои преимущества В твоих врагах Твои недостатки На самом деле На них Обращать нет смысла Необходимо себя исправлять Как говорится Увидел Проблему другого Исправ себя Исправ себя А когда мы начинаем Либо учить Ты неправильно делаешь Либо нас кто-то учит Мы начинаем Обижаться На самом деле Это закрывает Естественный поток Космический Закрывает И это копится 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 И потом выражается Напряжением В пространстве И нас подвели И вот это как раз Первая стадия огня Когда мы еще Реагируем на мир Агрессивно В непринятии В цеплянии Потом человек Начинает понимать Начинает уметь Расслабляться Начинает Не цепляться За внешние иллюзии Он переходит В стадии воды Его начинает Наполнять благость Он начинает Ощущать поле Вокруг себя То есть энергетику Здесь Следующее Если первое На зоне огня Мы цеплялись За агрессивность То на зоне воды Мы можем Зацепиться За положительные события Необходимо тоже Не сопротив Не удерживать их А позволить им течь Протекать Первая зона огня Мы сопротивлялись Не впускали поток Вторая Зона воды У нас вытекает Положительная А мы пытаемся Удержать И то и другое Сопротивление Естественному Космическому потоку Либо не впускать Либо удержать Когда мы научимся Быть в потоке Просто течь Не сопротивляться Агрессии И не удерживать Положительное Мы попадаем В зону медных труб У нас растут Способности И тут уже Высокая вероятность Придивиться Прельститься Своим возможностям Когда человек Начинает применять Возможности Свои Не для того Чтобы сделать Благо А для того Чтобы похвастаться И увеличить Иллюзорное благо То есть Восполнить Свою Неуверенность На самом деле Мы на самом деле Начинаем Восполнять Своё чувство Собственной важности И благодаря Применением Своих способностей Начинаем Увеличивать Своё чувство Важности И увеличивать Своё Я Создается Полная Свобода Для Я Я способна Беспрепятственно Чувствовать себя В мире Но Свобода Для Я Не есть Свобода От Я Мы на Более высоком Уровне Должны освободиться От Я Чтобы попасть Уже в зону Ясного света И так Человек проходит По пути Духовного роста То что предки Называли Зона лукоморья Это зона огня Воды Медных труб До ясного света То есть Проявляя Внутри себя Великое нецепляние По отношению К огне К воде К медным трубам Не цепляясь И наслаждаясь Задача Не убегать Не вовлекаться А радоваться Пребывая То есть В этом Кроется Середина Без маятников Убежать Вовлечься Убежать Вовлечься Пребывать Наслаждаться Танцевать Радоваться Иллюзорную игру Но не теряя Себя И тут Обычно Надо посмотреть Где наше внимание Не теряем себя Если ключиком По практикам Когда зона огня Цепляние Цепляние Это напряжение Надо расслабиться Зона воды Это Вовлечение В Приятные Комфортные Здесь необходимо Наоборот Дух Собрать внимание Собрать ясность Зона медных труб Это нужно Быть и тут И там И в расслаблении И в ясности Одновременно Уметь проявлять Абсолютный дух То есть Сборку внимания Через абсолютное Расслабление тела Ясность Усилия Плюс расслабление Рождает Естественное Сердечное Радение Два Рождают Третье Это природный закон Усилия Плюс расслабление Не даст Не откроет Сердце Расслабление Без бдительности Не откроет Сердце Только бдительность И расслабление Открывает Душу Что еще Интересно Плыть по течению Да В Японии Мертвая рыба И обычно Такой символ Окинастского Карате Это Рыба Как это называется Которая постоянно Плывет Против течения Против течения Но о чем это говорит Это не о потоке Это о рефлекторном восприятии мира Это когда человек текет не по потоку А по своим рефлексам А человек Это высокий уровень эволюции Человеком нужно еще стать Как диагент с фонариком бегал среди людей И кричал еще человека Все мы люди Да не каждый человек Итак По мере эволюции Очищение Тела, речи и ума Очищается душа И человек становится От бездушного к малодушному От малодушного к душевному К великодушному И к духовному И проходят такие состояния Если говорить про физиологию У нас допустим Есть головной мозг Это Неокортекс Внутри неокортекса Лимбический отдел головного мозга Наши желания А внутри лимбического отдела головного мозга Рептильный отдел головного мозга Это наши рефлексы И вот осознанность Как она растет Сегодня термин осознанность Настолько стал повсеместным И везде употребляемый Что уже Каждый второй становится А то чуть ли не каждый первый Уже осознанный Осознанный Поменяв И Подменив понятие Здравомыслие И осознанность Здравомыслие Логическое понимание Правильного пути От интуитивного Душевного И духовного пребывания И вот Эволюция допустим Рептилий Рептилия Развит только Рептильный отдел головного мозга Живет абсолютными рефлексами Стало холодно Побежали в тепло Стало жарко Побежали в прохладу Проголодались Побежали ловить добычу Пока бегут ловить добычу За ними начинают охотиться Они начинают убегать То есть Внешняя среда Полностью управляет Жизнедеятельностью рептилии То есть Это осознанность На уровне рефлексов Дальше осознанность Расширяется Формируется Лимбический отдел головного мозга Животное царство Животное царство Животные могут Свои рефлексы преодолевать Своими чувствами Лимбический отдел головного мозга Это эмоции и чувства Вот допустим Пример волк У волка У волка рефлекс голода Он побежал Поймал добычу Но у него параллельное чувство К своей волчице Он сначала Пойманную добычу Отнесет волчице Она поест наесся И после этого Он будет только ест Несмотря на то Что у нее рефлекс голода Вот Животные Уже более выше Чем рефлексы Они чувствами Могут преодолевать рефлексы Дальше растет Эволюция Человеческое царство Уже формируется Неокортекс Рациональность Рациональность И человек должен уметь Своим умом Преодолевать свои рефлексы И низменные желания Но большинство людей Не могут управлять Своим вниманием И идут на поводу Рефлексов И низменных желаний Вот это И называется Плыть по течению Своей животной природе И Плыть по течению Своей животной природе Да, может каждый А чтобы очищать Свою животную и природу И это вот первый принцип Плыть против течения Но не природы А своих животных инстинктов Очищая рефлексы Очищая животные страсти А дальше очищая ум Чтобы от состояния люд Стать человеком Внимание уже в душе Чтобы любовь Рефлексы растворила Низменные желания Ложные умозаключения И стать азом Предки говорили Высшие среди людей Это человек Высшие среди человека Это азы Асы Высшие среди азов Это Торы Либо характерник Состояние ситха А выше среди торов Это кон Кон Либо род Либо Один Смотря какая традиция Либо Абсолют Не принципиально Это состояние наблюдателя И вот когда человек Преодолевает поток Животных страстей То есть вдоха и выдоха Он познает середину Нету потока Остановка мира И он познал свою природу Вот это уже быть в потоке Космической природе Можно пожалуйста Вопрос Слышно ли? Да Вопрос О проноивнике Вот что это за такой Финомен И возможно ли Это возможно Для любого человека Примячиво Сеинтересующегося Либо это Как у меня Идать Вот только Для некоторых Людей Вот как Допустим У кого-то открывается Там Ясновение Ясновение Ну как вот И Вот эта способность Проноивния Способность Проноивния Это открывается Дар Либо можно взрастить Это может Каждый человек Но как уже говорил Человеком нужно стать Очищая тело Психу И ум Мы переходим От состояния Животного Жить Людина От состояния Людина В состояние Человека И по пути Этого очищения У нас балансируются Внутренние Пять первоэлементов Которые И формируют Триньепа То что по-индийски Мы называем Тридоши Сегодня Посмотрите Аюрведу Вот у тебя Тридоши Такая Тебе нужно питаться Этим У тебя Такой-то баланс Тебе нужно питаться Этим А была Более древняя Медицина Из которой вышла Брамины Упростили Свои знания Браминская Медицина Дамирян И мирянскую Медицина Называется Аюрведа Аюрведа И это уже Когда у человека Дисбаланс Пяти первоэлементов И трех дож А задача Не быть ограниченным Своим дисбалансом А путем Самоочищения Тела психики Ума Сбалансироваться И когда мы Достигаем Баланса Трех Ниепа И пяти Первоэлементов Мы достигли Состояния Человека И вот в этом Фундаменте На этом фундаменте Мы можем переходить Квалифицированно На Проноедение Либо на Другие способности То есть Должен быть Фундамент Должна быть Цельность Нет смысла Строить Красивый дом На болоте Должен быть Фундамент И вот Когда мы Очистили тело Психию Мы добились Фундамента Чтобы уже Применять Применять на себе Какие-то духовные уровни Проблема Большинство людей Не в том Что они не могут Перейти на Проноедение Не в том Что они не могут Перейти на Сыроедение Либо на Вегетарианство Почему сегодня На Эверест Официально запрещено Ходить вегетарианством Кто-нибудь знает Но рюкзак Дотащить не может А почему Потому что Они от ума Вегетарианят А тело Обмен веществ Не перестроили Вегетарианец Не тот Кто питается Вегетарианством А тот Кто поменял Свои обмен веществ Очищая тело Переводя его Из кислотной В щелочную среду И становясь В равновесии Кислот И щелочи Не кислоты И щелочи А кислоты И щелочи Кислотно-щелочное Равновесие В щелочной среде Тело Оздоравливает Балансируется Пять первоэлементов И выражается Это малоедением На старом уровне Питания Если мы малоедем У нас ускорен Метаболизм Насыщение Человека питает Не то что мы едим А то что мы усваиваем И нужно Не накидывать на себя А работать с усвоением То есть В кислой среде Усваиваем плохо В щелочной среде Усваиваем активно И вот Ощелачиваем организм Тело начинает Активно усваивать И выражается Это в малоедении Естественном И вот это Идеальный фундамент Чтобы переходить На новый вид питания Все должно идти Изнутри Внутренняя Составляющая Это внутренняя природа Все что мы делаем Извне Это против природы То есть Взять для примера Куриное яйцо Если куриное яйцо Разбивается Сила извне Это смерть Если куриное яйцо Разбивается Сила изнутри Это жизнь Вот все что мы Достигаем самостоятельно Этот результат Будет устойчивый И длительное время А все что нам Помогли И сделали за нас Допустим Оздоровиться Не подышать А соды выпить Мы ощелочимся Ну пока соду пьем А если мы еще перебрали То может возникнуть Алкалоз Белок не усваивается Это тоже плохо Дышать Это нужно делать Какие-то усилия Нужно там волю собрать Какие-то шаги сделать Но тем не менее Если мы это сделаем Мы ощелачиваемся И этот результат Будет всегда с нами И алкалоза Никакого не будет Алкалоз возникает Только тогда Когда мы ощелачиваемся За счет внешнего В энергетических практиках Чтобы собрать энергетику Там пранаямы сделать Энергетическую практику Вместо того Чтобы там поездить По местам силы Надо внутреннее место силы Взрастить Либо там очистить психику Лучше помедитировать Мозг балансировать Чем по психологам Допустим ездить На первых порах Когда мы еще не можем Самостоятельно Внутренним чем-то заниматься Можно применять внешнее Но чтобы встать на ноги А как только встали на ноги Надо от внешнего отказаться И твердо идти Внутренним ресурсом Внутренним самодостаточностью Иначе мы завязем Завязем на внешнем Как ребенок рождается Он не может ходить Самостоятельно Держит папу-маму за руки Но научился ходить Он должен их отпустить Если папа-мама Его не отпустили Он вырастет И сядет им на шею Так и человек Применяя внешние инструменты Если не научится дальше Самостоятельным практикам То он будет Не прельщен А завязнет Во внешних источниках Они будут им управлять А не он Существуют разные методы Чистки кишечника От внутренних до внешних Сначала внешние Основные Сегодня популярные Многие знают Это может быть Самая простоя Клизма Шанпракшалана Индийский метод Выпивается вода Соленая Делается упражнение Далее Что тут может еще быть Касторовое масло Магнезия И специальные сборы трав А вот основные Наверное Пять Первый Клизма Плюсы и минусы Минусы Не чистит полностью ЖКТ Работает только С толстым кишечником И то только С первичной зоной До слепой кишки Первый минус Второй минус Вымывает миклофору кишечника Плюсы Ну наверное Это просто такой Реанимационный метод Когда мы В интоксикации Либо во время голодания Либо еще что-то Больше плюсов Вообще нету Второй вариант Шанпракшалана Индийский метод Плюсы Чистит весь ЖКТ И толстый И тонкий кишечник Минусы Вымывает миклофору кишечника И еще один Такой Минус Он Нужен только тем Кто находится На слизистом уровне питания То есть Пока тело Еще в кислотной среде Пока задержки дыхания До 90 секунд Кислота Кислотное тело Кислота Плюс соль Химическая реакция Возникает щелочь А если наше тело щелочное Щелочь Плюс соль Возникает кислота То есть Если человек Находится на более щелочном питании Если он сыроед И мало едет На сыроедении Комфортно Себе чувствует То Шанг Пракшалан Уже начнет его Закислять Далее Касторовое масло Ну да Можно так сказать Тут можно смотреть Как практиковал И соблюдал И диету До практики До чистки кишечника Безбелкового питания Должно соблюдаться В среднем 14 дней Конечно Конечно Тут Как он Квалифицированно Ответственно Подошел к практике Клизма Шанг Пракшалана Касторка Плюсы Чистит полностью ЖКТ Толстый и тонкий кишечник Второй плюс Не вымывает Миклофрой кишечника Но в принципе Минусов я не знаю Кроме того Что Можешь кому-то Показаться противно Со временем Но у нас есть Сердечное родение Афирмация Это у нас тут Касторовый коктейль Выдох Налицо улыбка На сердце радость И выпивается То есть Больше плюсов В любом случае В любом случае Далее Следующий Это Минусы Это только Может быть Некомфортно Неприятно Дальше Что тут еще Может быть Магнезия Так же Как и Касторка Чистит Полностью ЖКТ Толстый и тонкий Потом Еще один Дополнительный Плюс у нее Она еще Способствует Чистке лимфии Но минус Вымывает Миклофрой кишечника И Разные сборы Трав Допустим Мы обычно Часто применяем Одного Из наших Соратников Травников Это Алфеич А он там Собрал Травы Старца Его Подучили Не Вымывает Миклофрой кишечника Пьется легко И чистит Полностью ЖКТ Вот Это В принципе Основные Пять методов Внутренние Это Разные Техники Латки Живота Дыхания Дыхания Жизни Без внешних Без внешних Без внешних Можно Просто Побольше Практиковать Да Можно Можно Дольше Но Возможно Я знаю Я знаю Два Метода Чингисхан И чистые Гранатов Чингисхан Насколько Знаю Это Антипаразитарный Метод Насчет Чистских Кишечника Не знаю Как он Работает Но Да Есть Такие Методы Да Да Но Они Больше Антипаразитарные Такие Первичные Простейшие Антипаразитарки Да 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 Что еще Интересно Где Внимание Не теряем Свою Медитацию Чем Чищен 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 Чем Чище Человек На уровне Тела Псиеки Ума Тем Меньше Нуждается Во сне Чем Больше Копит Возбуждение Напряжение Тела Псиеки Ума Тем У него Сон Увеличивается Так как Во время Сна Мы Очищаемся Это Зависит От Нашей Внутренней Чистоты По Мере Очищения Сон Должен Сокращаться И Становиться Осознанным Святой Не нуждается Во сне Он Находится Постоянно В Турии Его Мир Становится Сновидением Нет Я таких Не знаю Поэтому Надо В вашем Лице Показать Пример Миру Чистоты Сокращаться Ну Да Хорошо Сказал Мой Средний Сон Комфортный Сон Четыре Часа Неважно Числа Периоды Со временем Внешняя Среда Должна Перестать На нас Влиять Это Естественность По мере Нашего Очищения Как Говорили Предки Очень Хорошее Выражение Человек Подобен Животному Рождается Под влиянием Звезд Планеты Гороскопов И Должен По мере Своего Очищения И Духотворения Выйти От зоны Их Влияния Иначе От животного Он Никак Не Будет Отвечаться Своей радостью Жизни Если мы не выспались Значит мы не доспали Мы можем не выспаться Либо переспать Когда допустим Мы проснулись Открыли глаза Потом закрыли Ложимся Дай-ка я еще посплю Вот после открытия глаз Закрываем Дальше уже сил идет на уболь Если мы проснулись Понимаем что проснулись Открыли глаза Все Надо себе брать в руки И вставать Ну должно да Под лежачий камень Вода не течет Мужчине легче Применять волю Женщине легче Проявлять душу Наслаждаться Но и мужчина И женщина Должен соединить Своё солнце и луну Своё усилие и наслаждение Чтобы они перемешались В одно состояние В таком состоянии Когда он уже познал Там Виды чего? Ну когда уже Состояние Когда человек уже Все познал Там Хочется ли отношения Нужно Нужно шкала Если человек О Если человек Все познал Тогда он уже Не в этой мирности Чтобы познать Все Надо выйти За пределы Этой мирности Пока я Еще Аватара Вовлечен В пространство И время То есть Движение Он еще Не все познал Ну смотри Пример Тебе снятся Сны Помнишь Свой сон Последний Какой-нибудь И вот Бывает нам Снятся Сон В этом сне У нас Есть друзья Какие-то персонажи Мы возможно Успешны в работе Мы возможно Успешны в практиках Мы там Либо бизнесмен Либо там Гуру Какой-то И вот Во сне У нас Может быть Все замечательно А потом Раз Проснулись А где Те персонажи Которые Были во сне Охота Ли нам Сейчас Опять Засыпать Чтобы досмотреть Что там С ними Было Вытащить Эй Друзья Куда Вы там Подождите Сейчас Я вас Там Удержу Вытяну Сюда У нас Не возникает Такого Желания Потому что Мы понимаем Что Это Иллюзорность Была Что Мы поняли Что это Был сон И вот Когда мы Просыпаемся Здесь Аналогично То же самое Нам уже Не нужно Засыпать Чтобы с ним Заводить туда Семью Мы понимаем Что это Нам снится Это мираж И как Нам заставить С ним Заводить Отношения Если Нам нужно Опять заснуть Чтобы с этим Персонажем С нам Повзаимодействовать Когда Тут На теле У нас Много 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 Клеток И каждая клетка Соседится С другой Между ними Возникает Сначала Резонанс Потом Связь Потом Любовь И по отношению Клетка Клетки Но Когда Клетка Расширилась Сознание И стала Организмом Организму Незачем Воплощаться В соседнюю клетку Чтобы любить Соседнюю клетку Он уже Любя свое тело Любит каждую клетку Так и человек Когда стал Везде Он уже Любит все Клетки Капельки Своего океана Сохраняя Состояние Океана Одно из Посвящений Утамильских Ситхов Это Погружение В это Состояние Я это проходил Меня погружали Сейчас хочу Самостоятельно Лучиться В это погружаться Что касается Границы Между сна И бодрствования Это Мираж мира С этим состоянием Соприкасаясь Ежедневно В практике Утренняя Практика Тор Занимает Полтора часа Практически Через полчаса Наступает Кивала И вот Начинается Состояние Тора Но это еще Не состояние Везде Это еще Присутствие Здесь В этом Сне